здравствуйте друзья на связи дед мозаи по эту сторону экрана снова я по ту сторону экрана снова вы и сегодня вы смотрите мое видео которое я сделал вот положил даже новый коврик специально для вас которое посвящено такой незримой опасности для начинающих парильщиков как-то передоз как ни странно это звучит но вайпинге такое понятие есть расскажу откуда так сказать дует ветер почему можно получить это дело и вообще симптомы и так далее когда вы курили обычные сигареты аналоговые вы знали что если хочется курить надо выкурить сигаретку в обычной сигарете в среднем где-то 7 затяжек и соответственно выкурив эти семь затяжек вы знали что вот все хорош я покурил курить больше неохота сигарета кончилась вы выкинули окурок и какое-то время у вас душа была спокойна что вы покурили потом через какое-то время зависимости от того как вы курите вы закуривали еще но все равно у вас как бы была отсечка всем затяжек то есть на длину сигареты одну от другой вы не прикуривали в вайпинге же все немножко сложнее для новичков на первых парах тут не существует таких привычных тормозов как в аналоговой сигарете аккумулятора в батарейном блоке вашем мех моде или там если в аривате неважно где хватает примерно на полдня а бачок как правило даже если вы пользуетесь не обслуживаем атомайзерами там 1 и 6 миллилитров жидкости и поскольку вы только-только перешли на пар то вам естественно хочется как бы ощущения были примерно сродни аналоговым сигаретам поэтому большинство новичков как правило пользуются более крепкими жидкостями это 18 это 24 есть такие но поскольку парить то вы парите но отсечки то никакой нету на количество затяжек вы легко и непринужденно вводите свой организм никотин который содержится в жидкости и соответственно число затяжек может быть не 7 может быть и 10 может быть и 15 никотин входит более в приятной форме я бы так сказал то есть вы парите свою свою какую-то любимую жидкость которая вам нравится потребление никотина не связано ни с какими вот этими ощущением горечи жжение такого во рту как от аналоговых сигарет вернее как бы она есть но она приятная и соответственно можно запросто на первых порах получить передоз в чем это выражается сам таким был сам его получал в общем то это я бы сказал так не смертельно не страшно но очень неприятно выражается это в том что начинает кружиться голова начинает подташнивать если у вас такие симптомы есть после затяжек электронной сигареты вам нужно прекратить на время пользоваться электронной сигареты это конечно все пройдет все эти симптомы не смертельны они пройдут но такое может быть то есть из-за того что в электронной сигарете нет стопора никакого что вот вы сделали 7 затяжек и она вам говорит отдохнуть вернее есть в некоторых вареватах ограничение на количество затяжек но это как-то очень слабо реализовано вот эти моды стоят больших денег поэтому на первых порах вам нужно самим регулировать ваши затяжки как правило все выиграли поряд очень редко имеется ввиду что частота затяжек редкая но если конечно вы не любитель там просто по паровозить одну за другой берем затяжки фу-фу-фу-фу-фу как паровоз поехал то есть сделали затяжку положили посидели минуты три сделали вторую третьего это в общем-то обусловлено такой моторикой что если вы курите аналоговую сигарету и вы не будете затягиваться она докурится сама без вас и собственно говоря вы не успеете покурить она докурится без вашего участия поэтому ее нужно постоянно делать затяжки электронная сигарета без вас никуда не денется никто ее не докурит поэтому просто-напросто вам нужно принять за правило не делать частых затяжек и тогда у вас будет все хорошо вот такое вот коротенькое видео и это видео я посвящаю новичкам которые только-только взяли электронную сигарету в руки вот такая опасность вас поджидает если вы перешли на путь электронного парения после аналоговых сигарет ну вот на этом собственно и все благодарю за внимание с вами был дед мозаи подписывайтесь на канал ставьте грозные лайки пишите комментарии отвечу всем пока-пока увидимся пока-пока увидимся пока-пока увидимся пока-пока увидимся